Всем приветики, с вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви и, конечно же, предновогоднего настроения. У меня тут ёлки везде, даже на груди. Ну и, конечно, сегодня у меня очень-очень многие спрашивают, когда же, наконец-то, откроются границы Италии с Россией и с нашими, так сказать, государствами СНГ. Сейчас, на сегодняшний момент, я хотела бы вам сказать, что будьте осторожны, потому что Италия закручивает гайки окончательно. Конечно, да, есть вывозные рейсы из Москвы, как я уже говорила, это Аэрофлот по субботам и четвергам, и С-7, Аэрофлот, как я уже говорила, из Москвы-Шереметьево летит в аэропорт Фьюмичино-Рим. А ещё есть С-7, который тоже вывозной рейс, один раз в неделю он летит из Домодедова, аэропорта Москвы, в Верону. Но, но, будьте осторожны, потому что 25 декабря в Италии, как вы все знаете, уже празднуется Католическое Рождество. И 26, ещё второй день, так сказать, Рождества, это Санта-Стефано. Правительство Италии в этот раз решило, что в эти дни, именно 25 на Рождество и 26 Санта-Стефано будут закрыты все аэропорты. То есть, никаких передвижений, ни въезда, ни выезда, вообще ничего. Не только аэропорты, но и железнодорожный транспорт, и автобусы, и так далее, и тому подобное. То есть, правительство решило, что в эти дни никаких передвижений, не так же между регионами, не так же по городу. То есть, семья должна быть дома и там, где она проживает. Никаких передвижений даже, чтобы навестить своих бабушек, дедушек и так далее. Поэтому, будьте осторожны, когда берёте билет, смотрите, чтобы они не попали в эти дни. В основном, в Италии продлили вот такой вот ужесточённый локдаун до 7 января. Почему? Потому что у них идут праздники и, соответственно, каникулы у всех работающих итальянцев. 6 января у них ещё один праздник, как мы отмечаем при крещении Господнем. У них отмечается бифония, хэпифония. То есть, баба-яга летает на метле, раздаёт подарки и так далее, и тому подобное. Это большой-большой праздник. После этого практически новогодние праздники заканчиваются. То есть, с 7 января уже 2021 года Италия, но ещё пока вергулеты под вопросом, ещё они рассматривают, чтобы потом уже открылись более-менее туристические, так сказать, переезды и лыжные курорты, наконец. Потому что сейчас, конечно, очень сожалею и я, и все остальные, потому что вот на праздники, именно на все праздники, в этом году в Италии очень много снега выпало, как назло. То есть, обычно эти лыжные курорты всегда были недостаточно снега там было. В этом году снега достаточно на всех лыжных курортах, но они, к сожалению, закрыты в связи с тем, что вот правительство Италии так решило в связи с распространением этого дурацкого коронавируса. Потому что сейчас ещё в Италии очень-очень-очень много заражённых за сутки, превышает всегда 20 тысяч заражённых в сутки. До 28 доходит, и вот это вот ещё пока идёт. Будем надеяться, что всё это пройдёт. Поэтому у меня спрашивают ещё наши друзья из Казахстана, Узбекистана, есть ли прямые рейсы. Да, они тоже есть. Я вчера смотрела, есть узбекские авиалинии из Ташкента до Рима, они идут один раз в неделю. И есть ещё вот 20, 20 декабря есть прямой рейс из Ташкента до Катания, Сицилия. Сейчас цены немножечко высокие, они стоят от 30 тысяч рублей. Но будьте осторожны. Хотя, по идее, когда сейчас вот рейсы отменяются, то все практически компании быстро-быстро возвращают деньги. Поэтому здесь проблем не будет. Но когда вы берёте билет, обязательно посмотрите на сайты, какие дополнительные нужны документы вам для приезда в Италию. Потому что сейчас для туристов пока ещё Италия закрыта. Эти рейсы все считаются вывозные. Посмотрите, обязательно посмотрите, когда берёте билет. Потому что если отменён рейс, тогда да. Тогда вам возвращают деньги по счёту раз. А если у вас какого-то документа не хватает, и вы сами отменили свой билет, вот тогда вы можете потерять в деньгах. Почему я это говорю? Сейчас в основном, когда берёшь билет, даже вот я брала билет вывозной этот, обычно идёт эконом плюс. И вот когда я брала билет из Рима до Москвы, и из Москвы, и Домодедово, и также S7, тоже эконом плюс. Он получается как будто бы автоматически. Хочешь, не хочешь, ты должен его взять. И туда включается, помимо багажа и так далее, и страховки, и место платное, и так далее, туда включается ещё возврат билета. Это очень хорошо. То есть стоит этот эконом плюс, но немного побольше, чем нормальный билет. Потому что там, если вы берёте нормальный билет, вот как я брала из Рима в Россию, то кроме как эконом плюс, нельзя было никакого взять. Потому что если хочешь дополнять багаж, у тебя автоматически выскакивает этот эконом плюс. Но он очень хороший, как я уже говорила, там и багаж, и место, и страховка, и ещё возврат билета. Возврат билета действует не когда отменён рейс, потому что когда отменён рейс, он вам автоматически возвращается. Это сумма. Как у меня случилось, например, вот мы взяли с Винченци на ноябрь, на 13 ноября мы с ним взяли два билета, но это я брала ещё летом, на Победу. Победа мне написала, что рейс отменён, и деньги вам возвратили. Я посмотрела на карточки, денежки уже лежат. И как раз на эти деньги я купила билет из Рима в Москву. Конечно, намного дороже, потому что туристические рейсы, я брала рейс на Победу, он стоил 48 евро в один конец на одного человека. Из Рима до Москвы я взяла уже за 240 евро. Но мне хватило как раз этих денег. Туда-обратно у нас с Винченци получился 200 евро, и 40 евро у меня было на карточке, поэтому тютельку в тютельку мне хватило в один конец, дорогие мои. Но дело в том, что если вы сами отказываетесь по каким-то своим личным причинам, то вам уже будут возвращать не 100%, а какой-то процент, или 50, или 80%. Поэтому, когда заказываете билет, просмотрите всё на сайте. Ну, я считаю, что вот этот год уже, год крысы, пусть он уже пройдёт. Подождите немножечко. Отметьте Новый год дома, тем более, что в Италии, как я уже говорила, никаких перемещений нет. На Новый год, на Рождество, на Санта-Стефана все рестораны абсолютно закрыты полностью, 24 часа в сутки. Все бары закрыты полностью, 24 часа в сутки. Поэтому здесь развлечений никаких. Как обычно, собирались на площади, возле ёлки, там танцевали, делали концерты. Сейчас таких, как они говорят, ассамблей не существует. То есть, всё это закрыто. Всё это можно посмотреть в онлайн, по телевизору, пошебуршить дома. Ну, может быть, кого-то пригласить, но это опять нелегально. Подождите немножечко. Пусть этот коронавирус дурацкий, он пройдёт. И потом мы с вами снова поведем в солнечную Италию, и будем уже наслаждаться и барами, и кафе, и ресторанами. Будем наслаждаться и морем, будем наслаждаться термальными источниками, наконец-то. Будем наслаждаться и пиццей, и вином. Будем наслаждаться этими пейзажами замечательными в Италии. А пока сейчас, конечно, 2020 год, пусть он, наконец-то, закончится. Поэтому до 7 января никаких билетов я вам не советую брать. Даже если это вывозные, они могут их тормознуть. Потому что для всех, я говорю, просто вот конкретно, 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 всё будет закрыто. 25-го, 26-го, ну и, конечно, на Новый год. Поэтому, дорогие мои, с наступающим вас Новым годом. Пока посидите немножечко в России, потому что там хоть какие-то передвижения есть. И на Новый год можно спокойненько выйти, погулять возле ёлки и так далее. В Италии пока мы будем сидеть дома на Новый год. И поэтому решать вам, конечно. Но вывозные рейсы есть, кроме как 25-го, 26-го, нет. А в остальные дни, если вы хотите 14 дней сидеть на карантине после того, как пролетите в Италию, как я, то, пожалуйста, и если у вас есть вывозной документ. То есть, либо гражданство итальянское, либо вид на жительство. А так, дорогие мои, с наступающим вас. Посидите немножечко в России, посидите в своих замечательных домах своими семьями. А потом Италия снова откроется, откроется и пройдет этот дурацкий коронавирус. И мы снова насладимся этой замечательной солнечной Италии. Люблю вас всех с вами, Ольга. И, конечно, конечно, пишите в комментариях, какие вопросы вас еще интересуют. И я обязательно с вами поделюсь своими впечатлениями, своими знаниями, так сказать, своими новостями. Всем привет! Это солнечный пока Италия. Но сегодня у нас все равно дождик. Так что ничего страшного, посидим в России. Там снег и можно лепить снежную бамбу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok